Сегодня, как вы знаете, на заседании правительства был рассмотрен комплекс мер, касающихся изменений в пенсионной и налоговой системах. Более подробно о принятых решениях расскажут Антон Германович Силуанов, Татьяна Алексеевна Голикова и Максим Анатольевич Топилин. Коллеги, прошу вас задавать вопросы от микрофона, не забывайте представляться и говорить, кому адресован ваш вопрос. Пожалуйста, Мария. Здравствуйте. Мария Кудрявцева, Россия-24. Вопрос для Антона Германовича Силуанова. Антон Германович, сегодня обозначили ряд мер очень важных. Как эти меры могут повлиять на основные макроэкономические показатели, в частности, революция и рост экономики? Спасибо. Уважаемые коллеги, принятые правительством Российской Федерации предложения направлены, в первую очередь, на решение тех задач, которые нам поставил президент в указе и в послании. А именно, это и увеличение реальных доходов населения, увеличение пенсий выше инфляции, а также ускорение темпов экономического роста. Безусловно, для этого нужны ресурсы, для этого нужны структурные преобразования, структурные изменения. Если мы говорим о ресурсах, то основные из них – это изменения в налоговом законодательстве, это изменения подходов при формировании бюджета в части определения расходов федерального бюджета. Часть изменений, которые касаются пенсионного законодательства, в первую очередь, безусловно, будут направлены на повышение реальных пенсий пенсионеров. Поэтому, Ваш вопрос, а как повлияют эти изменения на основные макро-показатели? Да, действительно, повышение налогово-нодобавленной стоимости – это такое инфляционное решение. Тем не менее, мы видим, что сегодня, в текущем году, мы будем иметь инфляцию значительно меньше, чем в прогнозе. По нашим оценкам, она будет составлять около 3%. Поэтому повышение темпов роста налогово-нодобавленную стоимость до 20% по нашим оценкам может внести вклад в инфляцию максимум, как максимум, до 1,5% инфляции. Таким образом, мы в следующем году можем получить инфляцию порядка 4 с небольшим процентов в год. Тем не менее, эти меры позволят саккумулировать в бюджете ресурсы для инфраструктурного развития, для поддержки эксперта, для поддержки малого и среднего предпринимательства, для реализации проектов в области образования и здравоохранения. По сути дела, это инвестиции в инфраструктуру и в человеческий капитал, которые дадут рост и ускорение темпов экономического роста. За счет перераспределения ресурсов, которые у нас сегодня есть, и направления их в те секторы экономики, которые обеспечат экономическое развитие, мы рассчитываем на дополнительные темпы роста экономики. Петр, пожалуйста. Антон Германович, Татьяна Алексеевна. Сегодняшний вариант увеличения пенсионного возраста считается одним из наиболее жестких, из обсуждавшихся. А скажите, предусмотрена ли некая компенсация граждан за подобные сложные решения? Спасибо. Давайте я начну. Я не могу согласиться, что вариант жесткий, наиболее жесткий. Мы повышаем пенсионный возраст постепенно, поэтапно. Об этом мы сегодня говорили. Потому что для мужчин повышение возраста будет в течение 10 лет, для женщин в течение 16 лет. Достаточно, считаю, продолжительный промежуток времени. Основная компенсация, как вы говорите, будет увеличение реальных пенсий. И если бы мы не принимали решения по возрасту, то мы бы имели в 2024 году размер пенсии примерно на треть меньше, нежели тот, который мы сейчас ожидаем. Сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев в выступлении сказал, что ориентировочно повышение пенсии мы планируем в размере порядка 1000 рублей, хотя и из расчета среднегодовой пенсии пенсионеров. Поэтому основная задача будет заключаться в том, чтобы обеспечить повышение пенсии. И сделать эти пенсии постепенно, мы будем их повышать уровень так называемого пенсионного замещения заработной платы. И такие задачи у нас стоят в концепции реформирования пенсионной системы. И эта задача отвечает основным нужным пенсионерам в повышении пенсии и в повышении их реальных доходов. Наверное, требуется дополнительное разъяснение, что значит 10- и 16-летний переходный период для мужчин и женщин. Я позволю себе зачитать, как это будет выглядеть. Мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выхода на пенсию в 2020 году в возрасте, соответственно, 61 год и 56 лет. Далее. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте, соответственно, 62 года и 57 лет. Мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения получат право выхода на пенсию в 2024 году в возрасте, соответственно, 63 года и 58 лет. Мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, соответственно, в 1926 году в возрасте 64 года и 59 лет. Мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года получат право выхода на пенсию в 1928 году в возрасте 65 и 60 лет. Женщины 1969 года рождения в 1930 году в возрасте 61 год, женщины 1970 года рождения в 1932 году в возрасте 62 года и женщины 1971 года рождения получат право выхода на пенсию в 1934 году в возрасте 63 лет. Вот, собственно, в чем заключается переходный период. Если вы обратили внимание, то выход на пенсию происходит через год. Это не значит, что никто не выходит на пенсию в тех годах, которые пропускаются. Выходят те категории, которые сегодня были озвучены, которые являются досрочниками и по которым ничего не меняется. Пенсионеры, у которых есть социальные основания для выхода на пенсию и ряд других категорий. Должна добавить к тому, что сказал Антон Германович с точки зрения нагрузки на экономику и пенсионную систему, некоторые отдельные цифры. Дело в том, что в 1970 году у нас на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих. Сейчас мы подходим в 2019 году к черте практически где-то 1,8. То есть количество, объем средств, которые зарабатываются пенсионной системой посредством уплаты страховых взносов сокращается. Соответственно, это существенно сокращает возможности для выплаты пенсии уже тем пенсионерам, которые находятся на пенсии и для ее увеличения. Безусловно, все эти решения, которые принимаются, ставят своей целью увеличение пенсионного обеспечения в долгосрочной перспективе. Безусловно, в первые годы мы не получим каких-то значимых существенных плюсов по пополнению пенсионной системы. Но постепенно, по мере продвижения вправо, ресурсы пенсионной системы будут накапливаться. Соответственно, это будет нам давать возможность увеличивать пенсии больше, чем это происходило и в предыдущие годы, и чем это будет происходить в первые годы. И, наконец, еще один, наверное, компенсационный механизм, на который нужно обратить внимание, он сегодня прозвучал в выступлении Дмитрия Анатольевича. Мы сохраняем возможность раннего выхода на два года раньше тем гражданам, которые имеют существенный стаж, уже заработанный в период, когда возраст для женщин был установлен 55, а для мужчин 60, соответственно, 40 и 45 лет стажа. Это делается всегда, когда принимаются решения по этапному повышению пенсионного возраста, и мы в этой части не являемся исключением. Марина Гусенко, Российская газета. У меня два вопроса. Первый. По статистике сейчас 30% мужчин не доживают до 60 лет, 40% не доживают до 65 лет. Как это увязывается с планами по повышению пенсионного возраста? И второй вопрос. Дискриминация на рынке труда возрастная, которую никто не отменял. Как, чтобы уделиться, чтобы люди старшего возраста могли нормально трудоустраиваться? Кому Ваш вопрос адресован, Марина? Кто ответит? Татьяне Алексеевне, Максиму Анатольевичу. Спасибо. Максим, давайте. Татьяна. Пожалуйста, я могу да. Ну, то, что касается продолжительности жизни, того, что у нас происходит в этой сфере последние годы, я бы хотел сказать, что мы вообще кардинально изменили ситуацию с точки зрения продолжительности жизни, начиная с 2000 года. Еще больше ситуации, еще динамичнее ситуации менялась с 2007 года, когда были приняты различные национальные проекты, проекты в сфере здравоохранения, проекты в сфере демографии. Чтобы быть точным, вот цифры. 2000 год, продолжительность жизни мужчин – 59 лет. Сегодня продолжительность жизни – это уже 67,5 лет. То есть мы на 8 с лишним лет увеличили продолжительность жизни мужчин за достаточно короткий промежуток времени. И те задачи, которые перед нами поставлены, до 30-го года – это еще увеличение продолжительности жизни для мужчин к 30-му году до 75 лет. И я могу сказать, что темпы, которые в последнее время мы фиксируем, они вообще беспрецедентны и для других стран, и беспрецедентны для Российской Федерации, и для Советского Союза. То есть вот, когда мы говорим о той точке, от которой начинали 2000 год, 59 лет мужчины, 75,8 к 30-му году – это на 16,5 лет больше. Поэтому, причем, надо обратить внимание на то, что если мы посмотрим на прошлый период Советского Союза, у нас продолжительность жизни колебалась где-то в среднем в пределах 63-65 лет, и она оставалась на одном и том же уровне в 80-е и 90-е годы. Не было каких-то кардинальных изменений. А когда принимались решения по пенсионному возрасту, об этом тоже уже неоднократно говорили, это 30-е годы при продолжительности жизни, чуть более 40 лет, стандартные пенсионные системы уже такие похожие на нынешнюю пенсионную систему, это закон о пенсиях 56-го года Советского Союза, классическое законодательство. С этого времени прошло достаточно много изменений, произошло тектонические изменения в структуре производства, в условиях труда, вообще в сферах приложения труда. То есть сегодня труд, если его сравнивать с тем, как наши сограждане, наши соотечественники трудились в 30-е годы, но вообще это несопоставимые понятия. Как трудились, когда осваивали северные территории, целинные земли, это совершенно разный труд. Сегодня это все-таки гораздо большой сегмент, больший сегмент, когда условия труда нормальные, когда люди работают в офисах, работают удаленно, это работа с компьютерами и так далее, и так далее. Все поменялось. Поэтому мы исходим из того, что вот эти серьезнейшие, кардинальные изменения с точки зрения продолжительности жизни, уровня жизни, с точки зрения здоровья наших граждан, они как раз и в том числе являются основанием и необходимостью для того, чтобы повышать пенсионный возраст. При этом я хотел бы обратить внимание на то, что нельзя сравнивать то, что мы делаем с нынешним временем. Нужно смотреть на то, а какой же будет продолжительность жизни в тех 28 и 34 году, когда переходный период изменится. А это еще плюс 6, плюс 7 лет продолжительности жизни, которые мы должны достичь. Для этого есть все основания. Что касается рынка труда, мы здесь тоже не видим каких-то серьезных проблем, хотя, безусловно, предпринять дополнительные усилия здесь потребуются. И сегодня были даны соответствующие поручения Федеральной службе по труду и занятости. Мы недавно приняли законодательство антидискриминационное, которое запрещает вообще публикацию объявлений. Нельзя публиковать объявление, где написаны какие-то ограничения по возрасту. На самом деле, конечно, это не все соблюдают, в том числе и те, кто печатают это объявление. Поэтому давайте вместе поработаем в этом направлении. Мы считаем, что все-таки те рабочие места, которые занимают граждане в возрасте близком к предпенсионному, и те рабочие места, которые занимают молодые люди, это все-таки разные рабочие места. Они требуют разного опыта, разных компетенций, разных знаний. И как раз, наоборот, мы ставили всегда перед собой задачу того, чтобы люди, которые уже имеют большой опыт, которые трудились многие годы на производстве в других отраслях, они очень важны нам с точки зрения передачи навыков, передачи своих знаний для молодых людей. И нам кажется, что путем таких действий мы сможем эту проблему тоже дополнительно решить. Я сейчас дам вам некоторую справку по каким вопросам. По данным Росстата, по итогам 2016 года, данных 2017 года пока еще нет, средний возраст занятых в экономике составлял 40,7-х годов, в том числе мужчин, 40,2, женщин 41,2. Среди безработных на настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет. 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста. Статистические наблюдения, которые есть в нашей стране, не содержат данные о заболеваемости и смертности в возрасте 55-60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин. Таких статистических данных нет. Но, тем не менее, я хочу вам привести некоторую другую статистику. По итогам 2017 года, она косвенно будет свидетельствовать о некоторых тенденциях, которые есть, по итогам 2017 года в круглосуточные стационары было госпитализировано 10,4 миллиона лиц старше трудоспособного возраста. При этом, извините, вы задали такой вопрос, умерло в стационарах 393,8 тысячи человек. То есть это 3,7% где-то от той численности, которая была госпитализирована по лицам старшего возраста. То есть женщины после 55, мужчины после 60. Спасибо. Пожалуйста. Штолева, Анастасия, Интерфакс, Антон Германович, не могли бы вы в цифрах все же рассказать, как повышение пенсионного возраста скажется на пенсионной системе? Правильно ли мы поняли, что первые годы просто будет обеспечиваться ее сбалансированность? С какого года будут накапливаться ресурсы системы? Как изменится трансферт на ОПС? И что будет с пенсионными накоплениями граждан, уже сформированными на сумму свыше 3 триллионов рублей? Первое. Мы не отказываемся от построения именно страховой пенсионной системы. Поэтому мы действительно заинтересованы в том, чтобы пенсионная система аккумулировала себе больше ресурсов, больше доходов, и эти средства пойдут на увеличение пенсии нашим пенсионерам. Решение о повышении пенсионного возраста – это один из шагов для повышения ресурсов пенсионного фонда, которые, безусловно, пойдут на увеличение пенсии пенсионерам. Это наша основная задача. Что касается пенсионных накоплений, то мы договорились о том, что будем развивать добровольные системы пенсионного страхования, добровольные системы пенсионного капитала, так называемого. Мы, вы прекрасно знаете, вместе с Центральным банком подготовили такую концепцию и законопроекты по созданию системы индивидуального пенсионного капитала с тем, чтобы наши граждане могли в течение трудовой деятельности иметь возможность накапливать себе дополнительные ресурсы на пенсию. И такая система должна быть запущена, мы считаем, в ближайшие годы. Мы подготовили концепцию такой системы, ее обсудим и представим в правительстве и парламенте. Поэтому считаем, что действие нынешней страховой системы будет развиваться и будет за счет нее обеспечиваться увеличение пенсионного обеспечения. И второе, мы создадим возможность надежной накопительной составляющей системы. Это будут гарантированные системы, это будут системы, которые, по сути дела, будут иметь такие страховые механизмы, как это сегодня обеспечивается при вкладах граждан в банках. И мы будем стимулировать наших граждан к участию в таких накопительных системах. Поскольку, еще раз повторюсь, это будет дополнительный ресурс к той пенсионной системе, которая действует сегодня и которую мы сейчас будем совершенствовать. Трансферты в пенсионную систему пока будут оставаться, потому что трансферты в пенсионную систему связаны не только с увеличением индексации. Трансферты в пенсионную систему связаны с теми нормами законодательства, которые сегодня действуют, которые в перспективе еще придется обсуждать. Речь идет о льготных пенсиях, речь идет о сниженных тарифах по отдельным отраслям, которые компенсируются федеральным бюджетом в виде межбюджетного трансферта для того, чтобы не снижать пенсионное обеспечение граждан, которые работают в этих отраслях, и ряда других. То есть сегодня те расчеты, которые мы осуществляем, и тот прогноз, который мы сегодня на данный момент озвучиваем, исходит из проекта прогноза социально-экономического развития, который есть на май 2018 года. Сейчас мы входим в активный бюджетный процесс, и по мере продвижения в рамках этого бюджетного процесса будет меняться прогноз социально-экономического развития. На этот прогноз, помимо тенденций, которые складываются, будет оказывать влияние и те меры, которые будут реализованы в законе о бюджете трехлетним и далее за трехлетним горизонтом по тем приоритетным проектам и программам, которые обозначил президент в своем послании. Поскольку показатели будут носить целевой характер, и исходя из тех мер, которые будет разрабатывать правительство, а первые проекты должны появиться в начале июля 2018 года, будет скорректирован прогноз. В зависимости от того, как он будет скорректирован, в зависимости от этого будут рассчитаны в том числе и бюджеты государственных внебюджетных фондов, всех трех, и трансфертовые эти бюджеты государственных внебюджетных фондов. Сейчас предвосхищать и называть какую-то конкретную цифру, что она будет вот такая, с нашей стороны было бы неправильно, поскольку эта работа все-таки связана с формированием бюджета, и уже на стадии формирования бюджета мы эти цифры озвучим. При этом цифра, которую мы назвали в тысячи рублей, Дмитрий Анатольевич назвал это как рост пенсии в среднем за год, но это означает, что механизмами, которые сегодня заложены в пенсионном законодательстве, внутри, ну скажем, 2019 года будет обеспечиваться индексация пенсии. Сначала так, как это было положено ранее, с 1 февраля, по фактической инфляции года предшествующего тому, в котором осуществляется индексация, и затем с 1 апреля уже по всем факторам, которые в том числе связаны с получением доходов в связи с увеличением возраста. При этом я обращаю внимание, что граждане должны были выходить в течение всего года, безусловно, средства накапливаются в течение всего года, но тем не менее индексация будет осуществляться с некоторым опережением, если можно так сказать, и, соответственно, граждане будут получать эту тысячу, расчет которой исходит из того прогноза майского, который мы сегодняшний день имеем, и получать уже непосредственно ежемесячно. И вот эта тысяча, конечно, безусловно, это мера, которую мы можем реализовать, благодаря в том числе и той структурным преобразованию в пенсионной системе, которую мы сегодня обсуждали. Хочу сказать, что действительно у нас есть трансферт на сбалансированность пенсионного фонда, и трансферт этот останется, остается. Мы сегодня приняли на правительство, рассмотрели законопроект о снижении ставки страховых взносов пенсионный фонд с 26 до 22 уже на постоянной основе. Если раньше из федерального бюджета на пониженную ставку выделялся специальный трансфер, то этот трансферт останется и будет уделяться уже на общий баланс пенсионного фонда. Спасибо. Елена, пожалуйста. Информационное агентство ТАСС Елена Рожкова. Сегодня уже было озвучено то, что льготы сохраняются для некоторых категорий граждан по выходу на пенсию. Хотелось бы уточнить, эти льготы сохраняются только на переходный период, или они будут действовать всегда? И второй вопрос. Хотелось бы уточнить, как все-таки будет механизм для отдельных категорий медработников и педагогических работников? Какой механизм все-таки будет действовать для них? Спасибо. Первое, что я хочу сказать, что у нас достаточно большое количество льготных категорий граждан, которые сегодня специальным образом прописаны в пенсионном законодательстве. Их можно разделить на четыре части. Это первое. Пенсии, которые назначаются по профессиональным категориям, это так называемые список 1, список 2, малые списки, я сейчас скажу, что это такое, и педагоги, медики и творческие работники независимо от возраста, то есть у них стажевая формула установления пенсии. Вторая категория досрочников – это пенсии, которые назначаются в связи с работой в особых климатических условиях. Это, как правило, севера. Следующая категория – это пенсии, назначаемые по социальным мотивам. Здесь достаточно много категорий, но практически все из них, ну, большинство из них Дмитрий Анатольевич озвучил во время заседания правительства, если будет необходимость, мы их повторим. И пенсии, назначаемые в связи с радиационным воздействием. Это Чернобыль, Маяк, Семипалатинск. Что такое список номер один? Список номер один – это подземные работы, вредные условия труда, горячие цеха. Ничего не меняется с 1 января 2019 года. Список номер два – это тяжелые условия труда, химическая, нефтехимическая, металлургическая промышленность. Ничего не меняется с 1 января 2019 года. Если есть необходимость, я могу озвучить все категории, что такое малые списки, то есть кто к этому относится. Это очень большой объем. Если есть необходимость, я могу сказать. Есть необходимость? Нет? Нет, посмотрим. Ну, хорошо, посмотрите. Значит, что касается… Ну, их достаточно много. Что касается медицинских и педагогических работников, то стажевые требования по ним не меняются. Исходя из тех стажевых требований, которые у них установлены, в зависимости от того, на каких рабочих местах они работали от 15 до 30 лет, они фиксируются при отработке этого стажа. Но выплата пенсии начинается точно так же, с таким же шагом, как и всем тем обычным пенсионерам, которые получают страховые пенсии. И еще один вопрос, пока мы высказали. Все. Спасибо. Андрей, пожалуйста. Антон Германович, я отойду от пенсионной тематики Андрея Корзина, агентство ТАСС. Могли бы Вы пояснить, каким образом ВЭП, РФПИ и прочие институты развития будут интегрированы в работу фонда развития инфраструктуры? Какие это могут быть механизмы? Спасибо. Действительно, мы говорим о том, чтобы максимально эффективно использовать тот бюджетный ресурс, который мы ожидаем получить от тех предложений и решений, которые сегодня рассматриваются на правительстве. Поэтому вопрос развития инфраструктуры, вопрос развития цифровой экономики, вопрос стимулирования экспорта, безусловно, в этих направлениях должны участвовать и частные веки. И поскольку в этих направлениях у нас работают институты развития, то мы считаем, что передача части ресурсов, бюджетных ресурсов через эти институты позволит сгенерировать, сделать такой синергетический эффект на рубль бюджетных средств, привлечь 2-3, может быть и больше рублей частных инвестиций. Особенно нас интересует инфраструктура, особенно нас интересует цифровая экономика. Здесь большой может получиться эффект от такой синергии бюджетных и частных денег. Поэтому привлечение действующих институтов развития, мы считаем, что позволит с большим эффектом использовать те средства, которые в результате сегодняшних предложений мы сможем получить. Юлия Старосина, корреспондент РБК. Антон Германович, скажите, пожалуйста, будет ли повышение пенсионного возраста в дальнейшем затрагивать военнослужащих и сотрудников силовых структур? Если позволите, еще один вопрос. Вы говорили, что в следующем цикле налоговая нагрузка для добросовестных многоплательщиков повышаться не будет. Сегодня принято решение об увеличении НДС. Нет ли здесь противоречия? Начну с последнего вопроса. Мы говорили следующее, о том, что мы подготовим налоговые предложения, рассмотрим их и далее на протяжении шестилетнего периода налоговая нагрузка не будет меняться. Такие принципы мы ставили при подготовке налоговых изменений. Кроме того, действительно, повышая НДС, косвенный налог, мы, тем не менее, предложили отменить сложный для предприятий налог на модернизацию, как его иногда называют, налог на движимое имущество. С одной стороны. С другой стороны, мы предложили более льготное и ускоренное возмещение НДС. По нашим оценкам, это порядка 100 миллиардов рублей в год. Дополнительные ресурсы получат наши предприниматели при возмещении НДС. Третье. Мы говорим о том, что мы создаем долгосрочные прогнозируемые условия хозяйствования, сокращая ставку страховых взносов с 34 до 30% уже на постоянной основе. Считаем, что это позволит снизить, с одной стороны, налоговый пресс с таких сложных налогов на модернизацию в виде налога на движимое имущество и немножко поднять косвенные налоги, которые более равномерно распространятся на потребителей, на налогоплательщиков. – Пенсионный возраст для военнослужащих и сотрудников социальных структур. – Пенсионный возраст для военнослужащих. Мы говорили о том, что сегодня есть стаж, который должен отслужить стаж и выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих. Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие переработки у нас есть с Министерством обороны. Это будет один из элементов наших предложений. – Но сейчас это не учитывается в том пакете, который вносится. Все остается как есть. Пока. – Коллеги, давайте последние два вопроса. К сожалению, рабочий день еще не закончился. Будьте добры. – Агентство ТАСС. Мой вопрос тоже касается НДС. С прошлого года обсуждался налоговый маневр. В том числе предлагалось уравнять ставку НДС и социальных платежей на уровне 22%, то есть снижение социальных платежей и рост НДС. Почему от такой схемы было принято решение отказаться? – Рассматривались различные варианты налоговых изменений, налоговых маневров. Сегодня об этом представитель правительства выступления говорил. Действительно были предложения и по НДФЛ, и по налогу с оборотой или с продаж, и по налоговому маневру НДС, увеличить НДС, снизить страховые платежи. Но вопрос балансировки государственных небюджетных фондов, вопрос перестройки системы страховых платежей и, соответственно, наполнения бюджетов страховых фондов потребовал значительных изменений во всю систему действия социальных фондов. Поэтому это предложение, несмотря на то, что оно рассматривалось, не было поддержано в качестве базового и были сформированы предложения по увеличению налога на добавленную стоимость при сохранении льготных ставок НДС по социально значимым товарным группам. Агентство РИА Новости, Мария Глебова. Антон Герванович, а не могли бы Вы поподробнее рассказать о фонде развития и за счет каких средств его планируется наполнять? Почему говорится об увеличении объема заимствований и сохранении дефицита бюджета на уровне 0,5% ВВП? Хотя, по последним данным Минфина, этот бюджет на этот год может быть профицитным. И еще хотела уточнить, если позвольте, про налоговый маневр. Премьер-министр рассказал, что на следующей неделе планируется уже рассмотреть документы. А планируете ли Вы до этого момента какие-то встречи с руководителями крупных нефтяных компаний? Спасибо. По фонду развития. Действительно, мы скорректируем наши подходы при формировании расходной части федерального бюджета. Вы помните, что, начиная со следующего года, мы планировали при сохранении бюджетного правила иметь первичный баланс бюджета. Сейчас предлагается скорректировать вторую часть параметра определения расходной части бюджета и сохранить на протяжении шестилетнего периода первичный дефицит в размере до 0,5% ВВП. На протяжении шестилетнего периода это около 3,5 триллионов рублей. И направить этот ресурс как элемент так называемого «золотого правила», который есть в бюджетной практике, когда дефицит бюджета направляется на создание новых активов, на капитальное вложение, на создание и на стимулирование экономики, не на текущее проедание. Поэтому именно такой подход и будет реализован при формировании фонда развития. Он будет направляться, как мы уже говорили, и в инфраструктуру, и в цифру, и в отрасли, которая формирует человеческий капитал. Поэтому этот фонд развития как раз будет являться одним из источников бюджетного стимулирования более высоких темпов экономического роста. Что касается профицитности бюджета текущего года, то, безусловно, мы ожидаем профицита по тем параметрам, которые мы внесли в Думу и рассматриваем поправки. Это 0,5% ВВП в текущем году. Может быть, это и выше в случае сохранения более высоких цен на наши экспортные товары. Поэтому профицит может сохраниться и в следующем году в случае, если цены на нефть, на газ будут примерно такими же, как и сейчас. Что касается налогового маневра, то эти предложения рассматриваются на встречах с бизнесом регулярно. У нас они проходят и на этой неделе будут проходить, и отдельные встречи будут на следующей неделе. Поэтому окончательные предложения будут сформулированы и представлены к рассмотрению на заседании правительства на следующей неделе. Все, коллеги, спасибо вам большое. Всего доброго.